Здравствуй, друзья! Познакомлюсь с серьезным мужчиной из Нижнего Новгорода, который примет нас с сынулей и будет готов к семейной жизни. Одинокая вдова, муж погиб на СВО. Два с половиной месяца прошло от «Моя прелесть» до «Познакомлюсь с серьезным мужчиной». На большее гробовых не хватило. Керосина в бак наберите. Так живут американские летчики. Здравствуй, летчик, который бомбит Украину. Вот так вот живут летчики в Штатах, которые военные летчики, которые летают. Тоже тренируются. Это вот их дома. Здесь живут офицеры. Стандартные офицеры, то есть не высшего класса. Это не генералы, это просто младшие сержанты, сержанты. А вот здесь я живу с семьями. То есть это семейный городок. Вот мы по нему сейчас едем. Это находится на территории базы военной. Я думаю, что разница налицо. Я сейчас нахожусь на территории военной базы. Это жилой комплекс. Здесь живут, в принципе, весь персонал базы. Старшие лейтенанты, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты. То есть, ну, и высший состав, и генералы. Это обычные должности, которые занимаются обычными вещами. Вот. Тренируются там, летают у нас. Вот они загружутся из среди семей. Вот. Вот их дома. Дети гуляют. Вот их бассейн. Вот там вот. Там бассейн. Вот обычные дома. Среднестатистического летчика. Вот это клабхаус, где они могут приезжать, отдыхать и жарить себе барбеку. Там бассейн внутри. Воком-сентр. Вот такие вот дома. Как вам ваши бараки? Бараки. Бараки еще сто лет простоят. Псевдотрезвый Медведев поздравляет свою ОПГ с псевдопобедой на псевдовыборах. Поздравляю вас всех тоже с победой. Важный, заслуженный. Я смотрю, нервная система уже готова выйти из чата. Впереди президентские выборы. Это главные выборы в нашей стране. Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо, ну, начиная с завтрашнего дня, для того, чтобы подойти к президентским выборам максимально отмобилизованными. 260 тысяч уже отмобилизовали. Сейчас, говорят, осенью еще примерно 700 тысяч человек призовут. Зимой подойдут F-16 и к выборам будет уже около одного миллиона. Путинскую шайку вон. А по телевизору, говорят, все поддерживают. 15-летний юнормеец пришел в школу сегодня с ножом на хуторе Красный Десант в Ростовской области. И порезал троих взрослых. Результат патриотического воспитания. Путинские журналисты ноют, что их не пустили на пресс-конференцию к Макрону. Это не коллеги мои. Они просто форму где-то в военторге купили. Зависшие в Индии миллиарды рупий за российскую нефть будут инвестированы обратно в экономику Индии. Мы общались с обраманием Джейшанкаром и обсуждали двусторонние вопросы. В том числе, да, такая проблема и есть. Потому что в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. И наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. Продаем российскую нефть. В Индию за рупии. И вкладываем эти бабки обратно в экономику Индии. Идеально. Дорогие друзья. Благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Flymoor Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко. А еще там есть яйца Гордона в шоколаде, в золотой пирамиде. А еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Специалисты по веществам есть? А ну угадайте, сколько употребил Дюжев? У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом. Осознавая, что этот день для человека может быть последним. Если такими темпами каждый день употреблять, то этот день действительно станет самым последним. Это эроизм в степени гениальности неповторима. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою Родину, жить полной душою, полной грудью. Полной душою, полной грудью. И еще даже немножечко в десна можно втереть. И ждать, приближать, каждый день победу. Вот нормальный парень все объяснил. Сдаться? А мы не можем сдаться. Объясни мне, как мы можем сдаться, если на нас не нападали? Если ни одного украинского солдата на территории России нет. Сдаются оккупантам. А оккупанты, они капитулируют. Я предлагаю капитулировать, подписать акт о капитуляции и ждать, когда Украина скажет с вас, ребята, вот столько триллионов репараций. Вот вы нанесли нам ущерба настолько-то, вы нам должны это оплатить. И только так. И это будет столетие позора. Путин уничтожил не только 30 лет, которые были до этого развития, но еще доброе столетие жизни наших детей. Потому что мы, наши дети, и, возможно, даже наши внуки будут выпалачивать репарации за то, что было сделано Украиной. Мы оккупировали 18% Украины. Мы засеяли эти 18% бомбами, минами, снарядами, трупами, окопами. Все это перекопали. Мы уничтожили им города и села. Мы сделали так, что от них уехало 8 миллионов человек, женщин. Они все уехали с моральными, глубокими травмами, за которые нам тоже придется заплатить. И это будет нам стоить фантастических денег. Потому, да, мы... Я не предлагаю. Мы обязаны сдаться. Мы обязаны капитулировать. У нас нет другого выхода. Никакого вообще. Чем дольше мы продолжаем эту тупую, бессмысленную войну, тем на большие выплаты мы обрекаем наших собственных детей. Это абсолютно проигрышная ситуация. Мы ничего не сможем сделать в этой ситуации. Нам не хватает сил продвинуться на 2 километра. Дальше мы не сможем продвинуться ни на километр, понимаешь? Мы 500 дней не можем дойти до Славянска. Эта война проиграна. Я не говорю, что я хочу, чтобы мы дошли до Славянска. Это безумие. Я хочу, чтобы мы сейчас просто положили всё оружие, которое есть и убежали с минимальными потерями. Вот это было бы идеально. Но никакого другого варианта нет. Либо мы будем пихать людей в топку войны сотнями тысяч каждый год. А то и миллионами, если серьёзно так посмотреть. Потому, что Путину страшно. Если он проиграет эту войну, его будут судить, его казнят, его детей отберут всё. И это будет позор. В общем, Путин и так и всяк будет Гитлером в 21 веке. Так что, да, я предлагаю капитулировать. Это вариант, который сохранит нам жизни. Если ты посмотришь это видео из 2026 года, ты поймёшь, насколько я был прав в 2023. Это сейчас ты думаешь, ааа, предатель, он подрывает мораль и так далее. Но когда Путин умрёт, а он умрёт. Деду-то, между прочим, 70 лет уже с гаком. Вот когда Путин умрёт, вся эта война посыпется. И мы узнаем такие страшные факты про эту войну, что мы будем просто ночами орать от ужаса, от того, что наши солдаты там натворили. Это будет просто катастрофа, что мы натворили. Просто посмотри Германию, там один в один то же самое. Там десятилетия. Люди были просто в ужасе. Они не были способны понять, что они сделали под таким вот прекрасным руководством. У нас будет то же самое. Мы сделали всё то же самое. Мы просто отзеркалили всю историю фашистской Германии на себя. В общем, он нас предал, он нас обманул. И лучшее, что мы можем сейчас сделать, это молча убежать из Украины как можно быстрее. Это идеальный вариант. Не. Идеальный вариант это захватить вертолёт, перелететь на нём в Украину и получить ещё полмиллиона долларов. Да. Полмиллиона долларов. Это идеальный вариант. Это идеальный вариант.